мы сначала приехали на 10 дней потом попали в неприятные ну да 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 с коллегой и попали в неприятную ситуацию поэтому мы приехали в общем мы опоздали с коллегой на самолет и нам предложили помощь как раз таки вот люди которые находились в охране этого аэропорта вот он предложив помощь так сказать а мы уже наслышаны что это хорошие ребята на следующее утро просто сказали что вы нам теперь должны кучу денег причем зная что у нас нет ни копейки денег переночевать у них просто на следующее утро сказали 2000 что ли рублей причем зная что у нас не копейки денег совершенно не сказали мы тогда давайте то что у вас есть ценную грубо говоря вот я был с девушкой поэтому вступать в конфликт не хотелось и мы поехали в москву вот девушка уже поехал оттуда в екатеринбург а я вернулся к ним потому что ну у нас вообще получилась такая договоренность так скажем что мы им возвращаем деньги они нам возвращают как бы ценности которые на занятия ну вот скажем фотоаппарат вот этот а его реальная стоимость ну его реально стоимость тысяч тридцать по правде а договоренности изначально было что возвращаясь расплачивались да 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 то есть мы пожали друг другу руки сказали ну то есть все нормально вот я возвращаюсь звоню этим парням они говорят а мы уже в гуганске потому что нас срочно вызвали воевать ну и в общем вот такая история несколько дней я там еще поторчал в конце концов обратился в милицию в конце концов мы этих парней нашли они когда стес не уезжали но они до последнего держали в общем марку и говорили что нет вещи мы передали там через кого-то другого человека и сейчас вы как бы общаетесь с ним конце концов мы просто нашли эти вещи в бомбарде вот да даже после этого парня говорили что нет 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 это какие-то наши однофамильцы сдали их туда еще на следующий день просто все уехали в украину хотя хотя до этого они уже получили российские паспорта ну то есть они оставили украинский паспорт и российский всем им раздали медальки герои крыма ну потому что они поняли что сейчас на них будет заводиться уже уголовные дебы вот а тут есть такая нора очень удобная докуда российской милиции не доберется все в симферополе почему причем только в симферополе вот эти парни есть так называемые добровольческие отряды самообороны крыма причем у людей к ним такое довольно хорошее доверие потому что у всех спрашиваешь как же это же бандиты не говорят нет мы им прям доверяем и на улицах спокойнее с ними вот но в милиции говорят что это 80 процентов сидевших безработных и всех их давно знают и практически вся преступность которая там сейчас происходит она исходит именно вот то есть на них постоянно постоянно каждый день в каждое отделение милиции приходит по несколько заявок на этих самооборонцев самооборонцев